Черкива, ты меня слышишь, да? Убежал, блядь. Билиберду. Не значит, что вы моя жена. Так. До свидания. Боего. Вот это огород нагородило. Пока. Здрасте, друзья. С вами Дмитрий Кузнецов, Центр Юридической Защиты, Компания Алям. Вот кратенько, с чего я хочу сегодняшний выпуск начать, а именно ответить на один довольно регулярно встречающийся вопрос. И я за это ругаю сотрудников, которые не договаривают это при первичной консультации. Итак, вопрос звучит так. Дмитрий Евгеньевич, я поговорил, пишут в личку. А я еще раз повторяю, не надо мне в личку писать, я там редко бываю, я имею в виду группу ВКонтакте. Так вот, все-таки отвечу вот таким вот образом на общее обозрение. Дмитрий Евгеньевич пишут мне. Здравствуйте, консультировался с вашими коллегами, порекомендовали финансовую защиту. Но у меня уже просрочки везде, где только можно и по всему, чему только можно. Но деньги появятся только 8 числа. Чтобы начать работу с вашей организацией, что мне можно сейчас делать, чтобы избежать тяжелых последствий? Подскажите, пожалуйста, ибо просрочки не только в МФО, еще и в Сбербанке. И только начались у некоторых один день, у некоторых 10 дней. Подскажите, как мне сейчас действовать до 8 числа? Ну, я в ответе пишу человеку, точнее, помощник мой пишет. Я напомню, я в личку редко заглядываю. Здравствуйте, о каких таких серьезных последствиях вы говорите? И тут человек отвечает. Ну, не знаю, просто пока звонки идут и просрочки. К этому я готов и так далее и тому подобное. Итак, друзья, если вы приняли твердое, взвешенное решение, стать клиентом компании Алям не имеет значения, когда вы подпишете договор, когда вы произведете первый платеж за первый месяц обслуживания. Вот именно при условии, что ваше решение твердое, однозначное и безапелляционное, нерушимое, вот с этого момента вы можете прекратить все финансовые отношения с вашими кредиторами. Да вообще все отношения. Неправильно думать, точнее, вот когда люди задают такой вопрос, скорее всего, они просто не думают. Что такое один день, десять дней? Кто-то думает, вот сейчас побегут начисляться проценты. Конечно, конечно, есть хорошая четкая позиция, которую я очень часто озвучиваю в роликах. Какая разница, сколько не платить? Они начислять могут все, что угодно. Здравомыслящий человек должен понимать, что окончательная сумма может быть зафиксирована только в результате определения суда. Вот только так, а не как иначе. Суд для нас это очень важный момент. И мы изо всех сил, в том числе, стараемся, чтобы банк подал в суд. Но тут такой парадокс юридический возникает. Когда банк видит, что его оппонент изо всех сил стремится в суд, банк наоборот уходит от этой ситуации. Потому что, ребят, банк понимает, что суд — это худшее, что может для него быть. Ну, в каком смысле худшее? Конечно, он ничего не потеряет, и у него есть там шансы выиграть. Но по решению суда сумма фиксируется. Это раз. Шапка долго не растет. Это два. Хотя это и одно, и другое. Ну и, конечно же, в суде грамотный специалист легко, как правило, легко может сумму уменьшить в несколько раз. И сумма в результате определения, даже вне, то есть определения против должника, и то в этом случае сумма может сильно-сильно в меньшую сторону отличаться от заявленной суммы. Ну, а, конечно, если сейчас последуют комментарии типа «Да вот, на меня подали, я там должен был 70 тысяч, должна была 70 тысяч». Они на 370 подали и выиграли. Ну, а вы что делали для того, чтобы они аппетиты умерили? А, ничего, да вы вообще не знали, что суд был? Понятно. Ну, хорошо, не знали. Вы считаете, что это правильно? Что без вашего участия прошел, по сути, состязательный процесс? Что такое суд? Это состязательный процесс. Если ответчик молчит, то судья обязан выносить решение по существу заявленных требований. Нет возражений, значит, ответчик полностью совсем согласен. «Ах, вы не знаете, что делать в суде? Ах, вы не знаете, как себя вести в суде?» Ну, тут два варианта. Либо начать изучать вопрос, либо обратиться к людям, которые знают, что в этом случае делать. Никого не буду рекомендовать, не нужно мне писать что-то, типа, порекомендуйте кого-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь, что скажете о том, об этом, об этих. Все, что я могу для вас делать, это вот сейчас сказать, что компания Алям работает по всей России, где бы вы ни находились, от Сахалина до Калининграда. Вы можете к нам обратиться, и мы готовы вам помочь. Точно так же, как бы вам помогли, может быть, и люди, находящиеся непосредственно в вашем городе. Как это происходит на нашем сайте, есть видеопрезентации. Там, кстати говоря, ответ на очень часто встречающийся вопрос. А как так можно, если я тут, а вы там? Ну, ладно, не будем на это время тратить. Я знаю, что очень многим нравится сам процесс взыскания. И мы сейчас будем вместе слушать, наблюдать, как это происходит. Алло. Да вы со мной разговариваете, как ваше имя отчество, я что-то пропустил. Колин Азат Рашидович, меня зовут. Колин Азат Рашидович. Назад Рашидович. Упадемляем вас о наличии долга в нашей компании. День суммы задолженности составляет 31 200 рублей. В 47 дней вы находитесь в просрочке. Компания требует оплату полмальчим вечером. Вы можете гарантировать полный платеж? Слушайте, мой зад, Рашидович, навряд ли. А почему что случилось у вас? Ничего не случилось. Что за ультимативные какие-то заявления, таким жалостливым тоном. Каким жалостливым словом? Так что больше вас интересует, какие заявления или каким жалостливым? Ну, мне кажется, что вы... Что за термин вы сейчас употребили? Чего, блядь? Я все-таки заинтригован. Пожалуйста, повторите тот термин, который вы сейчас употребили в разговоре. Тот термин, который вы употребили. Очень интересный, ну, какой-то термин. Вы забываете, что говорите, что ли? Или вы не контролируете сами себя? Вы настроены сейчас на разбивание или нет? Конечно, настроены. Просто я должен понять, с обменяемым ли я человеком разговариваю, или с человеком, который не контролирует то, что у него изо рта вылетает. А, все понятно. Слушай, твой зад Рашидович, блядь, ты убежал, блядь. Билиберда он, что ли, сказал, да? Что вы билиберду вставляете в наш разговор, по-моему, так он сказал. Понятно. Доброго дня. Вам доступно 25 тысяч рублей. Поставки ноль. Билиберду вставляете, да? То есть мы-то как раз-таки этим и занимаемся. А вы прям логика в каждом вашем слое, господа взыскатели. Алло. Алло. Банк ВТБ. Могу ли я услышать? Алия Федоровича. Да. Да. К сожалению, у вас не слышно. А уши у вас есть? Или только микрофоны? Алло. Алло, здравствуй. Зарду. Владимир, это вы? Да, интересно, вы кто такая? Это банк УТП, департамент изыскания. Зарду. Сергей, это вы? Ну, блин. Ну, вы, да? Да, я это я. Я мешканку не беру. Ну, мне что-то как-то неудобно. Я не могу к женщине обращаться. Департамент изыскания. Здравствуйте. Это банк УТП, департамент изыскания. Мне, да. Я не могу к садке на Ольга Викторе. Назвоню по поводу вашей задолженности. Смотрите, вы в УТП банке брали наличные, верно? У вас повторное нарушение и 8 дней не поступает оплата. Сумма без учета штрафа, Владимир Сергеевич, у вас составляет 13 948 рублей 54 копейки. А требование кредитора вернуть долг, либо сегодня, либо завтра, когда сможете вернуть? Я вообще обескуражен над этим вашим нахрапом таким. Сами задаете вопросы, сами на них отвечаете. Ну, и дальше тогда... Нет, я не отвечаю на них. Ну, а как было? Такой-то у меня по имени-отчеству. Это вы верно сами себе говорите. Верно. Я не успеваю ничего говорить. У вас долг в такой-то банке, верно? Верно. Это я вот. А я вообще молчал. Сами себе отвечали на вопросы. Вы же меня слушали? Да я все ушел. Вы сказали, что это вы? И что? Ну, это не значит, что все ваши вопросы теперь априори риторические и на них есть ответ, который... Ну, хорошо. Владимир Сергеевич, когда будете оплачивать? Кого, мне? Что? О, наконец-то. Наконец-то. Хоп, врубиться пришлось. Еще раз повторяю. Давайте начнем сначала. Выясним. По делу ли вы задаете вопросы и сами же на них отвечаете? Может быть, у меня совершенно другой ответ в этом смысле. И тогда ваш вот этот вот конечный вопрос по поводу того, когда и что я буду оплачивать, совершенно неуместен. Еще до этого вопроса очень долго. Смотрите, просто в требовании априритора вы должны в срок укладываться и оплачивать свои договора. Договоры, во-первых. Во-вторых, это какой-то каламбур вы сами придумали. Договоры как, что? Что значит оплачивать договоры? Оплачивают услуги, оплачивают покупки. Договоры заключают либо расторгают. Ну, у вас же есть график платежа, верно? И что? Есть. Это он у вас есть, а не у меня. Это у вас он есть, а не у меня. Это у вас? У меня нет ничего. Но вам же смс-уведомления приходят, когда нужно оплачивать? Какие еще смс-уведомления? Кто? Я вообще, я человек современный, я вообще в смс не смотрю, я не верю. У вас 8 дней не поступала оплата. Когда будете оплачивать? Мне много чего не поступало, и что теперь? Ну, когда сможете оплатить, Владимир? Да что оплачивать-то? Я вот вообще изначально ничего не понимаю и не согласен. Вообще категорически. Вы в этом банке приобретали наличные, верно? Кого приобретал? Наличные. Как это? А за что можно приобрести наличные? Цена наличные. Правильно? Слушайте, вы действительно считаете, вас может обманул кто-то, может над вами прикалываются, дали вам вот эту гарнитуру, сказали вы в банке и дали номера и звонить. Вы простых вещей не понимаете. Что значит, что за фраза приобретать? Ну да, но это не значит, что я готов соглашаться с какой-то чертовщиной. Приобретали наличные. Вы понимаете, что это вообще-то, это вообще приобретали наличные. В общем, у вас, вы взяли эти наличные. Так? Так. Что значит, ну взял. Я часто беру наличные. В данном конкретном случае, я полчаса назад открыл свой портмоне и взял оттуда наличные. Накануне, буквально час назад, даже не больше, я зашел в магазин, рассчитался, мне дали сдачу наличными. Я взял эти наличные. Вы скажите, по какой причине вы повторно нарушили платеж? Вы русский язык вообще в школе изучали. Вы что несете? Что значит нарушил платеж? Как можно нарушить платеж? Вы расстраивайтесь на диалог, коммуникации вам могут продолжены быть. До свидания. Вот это огород нагородило, а! Мне кажется, ты сама там нарушенная, вот на туре нарушенная, снарядом в башку, блядь, вам стреляют. И у вас все нарушается, мировосприятие, понимание того, что вы вообще выплевываете на свежий воздух. Эй, Ольга Викторовна, блядь, из всего, что ты здесь сказала, более-менее похожее на правду, вот свое имя, отчество, и то протараторил, а еле успел запомнить. Приобретали наличные мне. Брали наличные. Оплачивали договоры, да, она, по-моему, сказала. Ку-ку, что еще? Что забыла? Порадуй еще чем-нибудь. Какая бездарность-то, а! Говорит, обманули. Обманщики. Обманули. Тебе сказал какой-то веселый человек, что ты в банке работаешь. Тебя в банк нельзя брать. А если и взяли, то там такие же идиоты, как и ты. Че, так и будешь висеть на связи? Ну, повиси, мы примем. Смотри, долбятся таких же. Много же. Приобретали наличные. Приобретал наличные. Танцы танцевал. Приседал приседания. Прыгал прыжки. Это вот, вот, примерно. Добрый день. Здрасте. Дмитрий Сергеевич, вы? А вы кто? Это компания Макро. Алексей Псталеренко. Специалист в отделе взыскания. Работаем под брендом Монезо. Кто вы? То, что представил. Можно к вам обращаться так, как я услышал, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. С вами поступает в МТК. Четыре финанс. Компания СМС-финанс. Керташев от Павла Сергеевича. Дел взысканием. Наш разговор с вами записывает. Никола Кулаша Хвичаевич. Все верно? Это вы? Конечно. 27 дней не оплаты 30 тысяч 200. А по какой причине не оплачиваете компанию СМС-финанс? Да ничего не изменилось, в принципе. С прошлого раза. С прошлого звонка. А с прошлого звонка это когда вы к нам звонили? Или мы к вам звонили, помните, нет? Я вам не звоню вообще. У вас там что, не отмечается? Говорили вроде записывается, все. Так вы от нас трубку не берете тогда, когда к вам звоним? Да нету. Да я не помню. Может быть мне занято было. Мне звонят там много. Одиннадцатого? Одиннадцатого. Да я не помню. Ну пускай одиннадцатого будет. Ну ничего не изменилось с одиннадцатого числа. Да, ну одиннадцатого февраля, а не марта. Ну и с февраля-то, в принципе, ничего не изменилось. То есть отказываетесь от добровольной оплаты, все верно? Да, я на мотоцикл коплю. Дело, сезон скоро. Открытие, сезон. На мотоцикл коплю, да. Ну я говорил же уже. А зачем мне эта информация? Не знаю, ну спрашивайте, я ответил. Так я у вас спрашиваю? Подождите, вы спрашиваете, почему не платите? Я вам честно отвечаю, а вы потом говорите, мне не нужна эта информация. Ну я... Ну так вы сказали, да. Потом начали оплачивать, правильно? Кого я начал оплачивать? Не, мотоцикл дорогой, я задаток внес, но сейчас надо еще собрать чуть-чуть. Я говорю, вы начали оплачивать. Кому? Вы свой дайм начали оплачивать. Когда? Вы забыли? 15 марта внесли 6500. Ааа. Вот от головы вылетела данная информация. Да это не я, слушайте, Павел Сергеевич. Я вам говорю. Это не я, это мне, это тетя моя, двоюродная мне, сестра бабушки. Ну я пускаю, ну радуйтесь, может быть вы ей назвали. Вы родственникам моим названивайте почаще, они у меня полоумные. А кто там, сестра бабушки, кто там внес за вас? А я хрен его знаю, тот, наверное, внес. У меня есть среди моих родственников ненормальные. Да? А я на мотоцикл коплю. А народ в курсе, что вы так выражаетесь? Да, понятия не имею, наверное, в курсе. А мать с отцом в курсе, что вы так выражаетесь по поводу своих родственников? Слушай, да, по-моему, в курсе. Да, да, так они ее такой же идиоткой считают. Да ты что, охуел, блядь, сука? Они сами, скажем так, мы... Что они считают? Ну, вот эту мою тетку двоюродную идиотку. Так она реально, она идиотка. Она оплачивает. Ей позвонят вот такие, как вы, она пугается, бежит оплачивать. Она даже не разбирается, за кого оплатят. Есть форматы, зачем вы мне это доводите? Зачем? Что это за глагол такой доводите? Подождите, а вы что, оскорбились, что ли? Что у вас интонации так... Как будто я вас обидел. Да вы успокойтесь, Павел Сергеевич. Даже в мыслях не было. Я прошу, что вы подпекоды отчитывались. Да вы отчитываетесь перед родителями. Куда вы пошли погулять, куда вы поехали и так далее. Передо мной, я говорю, не нужно отчитываться. А я и перед родителями не отчитываю. Что вы там фантазируете? Я говорю, по месту прописки вы не проживаете, правильно? Нет, только что сказал, не надо передо мной отчитываться. Тут же просят отчет какой-то. Да определись, дурачок, что тебе надо-то? Мы вас запрамкиваем анкетные данные. Ну так ты же сказал, не надо отчитываться. Я и не собирался, в принципе, отчитываться. А ты тут противоречишь сам себе. Ты нормальный, нет? Слушай, вот честно, ты нормальный? Нормальный! Какие еще другие вопросы задаю? Какие еще другие вопросы? Ты сказал, не надо отчитываться. Ты только что четко конкретно заявил, что мне не надо отчитываться. И тут же задаешь мне вопросы. Либо да, либо нет. Да или нет. А дальше мне вот эта вот развязка всех событий, какая у вас родня, чем они занимаются, что они делают, кто к ним звонит. Мне это неинтересно. Слушай, а мне неинтересно, что тебе неинтересно. Не заебывай меня, блядь, как Юра Дудь. Вот честное слово. По месту прописки кто проживает? Иди ты нахер, блядь. Преподобь. Либо да, либо нет. Посмотрим, как вы это все в глаза будете говорить. Давай, давай договаривай. Давай. А, я думал тебе. А ты чертила. Ты сейчас жаловаться пойдешь, да? А я обрадовался. Думал, ты со мной встретиться хочешь. Слушай, давай так. Я такие, как бы, в судебный отдел есть. А, ну только не тебе, да? Слушай, ну вот ты, блядь, ты же черт. Правильно, да? Я догадался. Черт, блядь. Нет. Камин, блядь. Да? Поверь. Правильно, да? Ну давай, вот смотри, все просто. Доказывается-то все это просто. Не перебивай. Наберись смелости выслушать меня. Ты меня слышишь, да? Чертива. Вот ты мой сотовый видишь, да? И вы узнаете, на самом деле, вы никогда такое в глаза никогда никому не скажете. Давай скажу тебе. Давай тебе скажу. А ты, блядь, у нас трусливый даже. Дело в том, что хотя бы, блядь, по телефону быть смелым. Но ты даже по телефону смелым не можешь быть. Я говорю, по месту прописки вы проживаете. Не нужно мне здесь жаловаться. Я не жалуюсь, дурак, что ли, блядь. Конечно, я проживаю. Ничего не изменилось, я же тебе объясняю. Я говорю, по месту прописки вы проживаете, да? Нихуя ты тупой, блядь, какой. А, я понял, ты просто под шофей. Паш, ты югнул, ты трезвый, ты трезвый, нет? Ты трезвый сегодня? Нет, я всегда в говно. Как всегда в говно, поезжайте, до свидания. До свидания. Вот дурачок какой попался, а. А юный мотоцикл коплю. Алиан оказывает юридические услуги по защите прав граждан в финансово-банковской сфере. За годы работы мы сформировали сильнейшую команду профессионалов, которые стоят на страже вашей безопасности. Мы готовы помочь всем, кто имеет проблемы с кредитами, ведь являемся одной из лидирующих компаний на рынке антиколлекторской деятельности. Конфликтные ситуации с банками, финансовыми организациями и судебные разбирательства отнимают массу времени и не дают спокойно спать. Наши клиенты экономят деньги, время и берегут нервы, так как мы работаем удаленно и сможем оказать услуги в любой точке мира. Компания Алиан поможет. Избавиться от звонков коллекторов. Остановить постоянно растущий долг перед банком. Оптимизировать задолженности. В своей работе мы не используем нелегальных методов. Действуем исключительно в рамках законодательства Российской Федерации. Мы создаем условия, когда кредитору выгодно отказаться от претензий к вам. Мы делаем жизнь наших клиентов красочной и яркой. Избавляет массы проблем, навязанных кредитно-финансовыми организациями. Алиан. Законное решение проблем с кредитами. Алло. Алло. А мне Яна Игоревна. А вы кто, простите? Мне нужно... Яна Игоревна вам нужна. Но мы не знаем, кто вы. Поэтому извините. Яна Игоревна не получится вам услышать. Можно и так. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Забор покрасьте. Кредит экспресс-финанс. Меня зовут Ажгалиева. Я Гитлевна ведет у вас. ООО с безграничной ответственностью. Кредит экспресс-финанс, да? Обманули вас. Никакой у вас вообще ответственности нет. Звоню... Звание по поручению ОНФК от займа МАЭП без Нодара Николаевна. Вам знакомо? Зачем вы интересуетесь? ООО с безграничной ответственностью. Знакомо? Да, знакомо. Зачем вы интересуетесь? Вы знакомо? Я же сказал... Клиент это наш. А вы... Ваш клиент? Ага. Хорошо. Это организация? Да, это организация. Потому что клиент может быть только у организации. Ну, если законно действовать. Хорошо. Продиктуйте номер Дарья Николаевна или адрес, где она проживает. Как только вы мне сейчас продемонстрируете свою легитимность, принадлежность к органам дознания, прокуратуры, к судебным органам, и, собственно говоря, какой-то нормативный акт, который меня обязывает это сделать, неукоснительно на основании только лишь вашего требования вот этого, тогда я тут же это сделаю. А пока что вы для меня общество безграничное по вашему поводу, по вашему мнению ответственностью, на самом деле с полным отсутствием социальной ответственности. И работают у вас там лица с заниженной социальной самооценкой. Убежало. Много сложных слов. Алло. Здравствуйте. У нас есть важная информация. Алло. А, да-да-да. Да, здравствуйте. Я вас приветствую. Меня зовут Денис Сергеевич Бузов. Идется запись нашего диалога. Геевич? Да, слушаю вас. По поводу задолженности вашей, звоню. Сумма у вас на сегодня составляет 5 863 рубля. Компания требует сегодня оплатить. А плата поступает сегодня от вас? Не, не получится. Не поступает. По какой причине? Ну, я в самолете сейчас сижу. Сейчас, ну, пойдем на взлет. Ну, хорошо. В самолете куда летите? Через Атлантику. В Нью-Йорк. А за границу летаете, да? Да. За границу. А почему не оплачиваете? У вас уже 8 дней просрочка с чем-то связана-то? Ну, не оплачиваю, пока не задумывался. Думаю, что... Пока не задумывались. Смотрите, какая ситуация. Вы улетаете, я понял, билет на самолет вы приобрели. Ранее в вас просрочки были маленькие, но поймите, сейчас, если оплата не поступит, компания вправе договора срочно расторгнуть. Ну, собственно, в сроке. А я, кстати, хотел позвонить, да забыл. Все и те забыл сказать. Хотел позвонить вам, сказать, что все, до свидания. Ну, типа, да. Компания время дает, а до пятницы оплата поступает от вас? А у вас есть филиал в Нью-Йорке? Нет. По интернету можете оплатить. Там интернет медленный и очень дорогой, но его нахер. Первое время буду без интернета. До пятницы оплата поступает, да или нет? Да или нет. Я же сказал. Вы что? Нет, сейчас лететь 12 часов в общей сложности. Это чистого полета. Плюс пересадки. Думаете, что это шутка? Оплата поступает до пятницы, да или нет? Я так понимаю, что вы думаете, что я шучу? Ни в коем случае не шучу. Хорошо. Вы виседентом Российской Федерации являетесь? Конечно. Являетесь. Отлично. В таком случае, готовьте деньги. Компания вправе договор до срочной расторганки. Зачем здесь моя принадлежность к какому-то государству? Я еще говорю. Если вы не хотите оплачивать по договорю, по требованию компании, по графику, то будете платить по законодательству Российской Федерации. Я не понял. Оплата, как говорится, вне законодательства, выражаясь вашими полоумными идеями, эксплуатируя ваши полоумные идеи. То есть вы говорите, так не надо еще раз говорить, потому что вы какую-то чертовщину несете, ахинею буквально. Чертовщину будете потом говорить, когда компания... Нет, так я же и не пытаюсь. Если вы не хотите по-хорошему решать... Я спрашиваю, у вас есть филиал в Нью-Йорке? Я приду, оплачу с первых заработков. Я понял. Я фиксирую по факту нашего диалога отказ от оплаты... А что мне вот любопытно, через вашу компанию это вне соответствия в законодательстве, это что-то про президент. Вы можете позволить тебе сумму выплатить разом, со всеми процентами готовьте денежные средства. А кто меня заставит? Никто. Он верит в эту чепуху. Хотя, навряд ли, мне кажется, он просто отбрехивает свою работу. Просто сидит, вот тупо отговаривает ее. И все на этом. Здравствуйте, у нас есть важная информация, оставайся. Здравствуйте. Здрасте. Могу услышать Анжелику Валентину. Представьтесь, будьте любезны. Что? Представьтесь, будьте любезны. Хорошо, компания MoneyMan, меня зовут Зарипа Варанья София Уловна. Отдел по работе по срочной задолженности. Данным человеком знаком? Конечно. Есть возможность передать информацию? Информацию? Ну, давайте только не просьбу перезвонить, а какую-то информацию. Хорошо, для нее доступно предложение в компании MoneyMan, которое ограничено по времени. Ей необходимо срочно перезвонить по номеру 8800-600. Слушайте, ну отлично, мы ждали. Да, на бумаге изложите эту информацию. Вот вы как-то тараторите быстро, я боюсь, что я не запомню то, что вы говорите. А я на бумаге, она почитает. Я вас поняла, скажите, какой мобильный номер телефона у нее сейчас? Сейчас у нее, по-моему, Samsung. Не уверены? Да, по-диктовать? А, нет, нет, зачем, непонятно, кому буду диктовать номера телефона. Пока. Здравствуйте. Здрасте. Могу, сашт Алексей Викторович. Майнкап. Я, вот он. Хорошо, компания MoneyMan меня зовут Зарипова Ранья Тефиловна. Отдел проводит с просроченной задолженностью. Налия? Зарипова Ранья. Ранья? Ранья. Это казахское имя, да? Ранья. Казахстан, да. Хорошо, да, что там у вас в Казахстане происходит. Что-то часто стали из Казахстана звонить. Странно. Я вас поняла. Алексей Викторович. Майнкап. Я же сказал. Хорошо. Ваш звонок поступил из компании MoneyMan. Вы, надеюсь, поняли, да? Сделал по работе с просроченной задолженностью. А вы в Казахстане находитесь или просто имя казахское? Зачем вы много? Да. И просто имя. На этом не надо застыкливаться. Алексей Викторович. Да. Ну а вы гражданин России, да? Или вы из Казахстана? Гражданин России. А где вы живете? В городе Москва. В городе Москва вы живете. Очень хорошо. Интересно. А фактически адрес нахождения? 230-й федеральный закон обязан, обязывает вас четко называть. Вы подождите, вы меня дослушаете? Да. Наш адрес находится, то есть наша компания работает по адресу. Город Москва, улица Василий-Лист Кожаный, дом 1. И вы прям в данный конкретный момент там находитесь, да? Да, да. Дом 1 сколько этажей имеет? А? Какая разница? Я хочу убедиться, да, я хочу убедиться. Ну вы-то знаете, что нужно. Вот смотрите, вы действительно действуете на основании закона. И что вам стоит сказать, что готов, если вы готовы. А вы не готовы, получается, да? Я вам эту информацию предоставила. Нет, я должен вас идентифицировать на предмет соответствия законодательству. Это мое право и ваша обязанность. Алло. Алло, алло. А? Да, да, добрый вечер. Здравствуйте. Так вот. Михаил Михаилович, верно? Если вы про меня спрашиваете, да, да. А вы такой таинственный человек, кто такой? Так, чтобы вас не туда понесло, наверное. Наверное, я дозвонился? Меня не туда понесло. Меня вообще еще никуда не несет. И я надеюсь, не понесет ближайшее. Несет, понесет. Понесет вас, я чувствую, несет уже. Я несу тортик. Что? Тортик, твою мать. Вам звонят, задают обычный вопрос. А кто звонит? А кто звонит? А кто звонит? Я представлюсь, конечно. Конечно же. Я представлюсь. А как иначе? А что взяли, что меня куда-то несет? Я всегда расстраиваюсь, когда такой сбрасывает. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, сказал. Конечно, знакома на банк Драбахина. Конечно, знакома. Кем приходится? Никем. Женой? Нет, у меня другая жена. Клиент наш. Что же сразу с женой? Конечно, знакома, никем. Просто знакома. Клиент просто у нас здесь, да? Да? Клиент наш. А что, знакомство только с женой может быть? Она ваш клиент, да? Да. Ну, вы так прям сказали. Как? Поняла, что это жена ваша. Интересные дела. Сейчас мы теперь с вами тоже знакомы. И теперь что? Вы моя жена тоже? С ума сошли. Хотя мы не знакомы. Меня зовут Дмитрий Евгеньевич Кузнецов. Забыть представиться, извините. Общество с ограниченной ответственностью. Алиам, да, да. Алиам, правозащитная организация. Что? Что, что? Алиам вы работаете? Общество с ограниченной ответственностью. Алиам, правозащитная организация. Совершенно верно. У вас? У нас. Я же вам уже ответил на этот вопрос. Забыли? Ответили. Ответил я, после чего вы предположили, что она моя жена. На что она? Ну, просто вы так ответили хорошо, как будто у вас жена. Я просто сказал, да, знакома, знаю. Где я и вас теперь знаю. Еще раз повторю. Не значит, что вы моя жена. Вот мне сейчас кто-то позвонит, спросит. Знаете, вы такую-то, скажу, знаю. А, это ваша жена. Ну, это же глупость. Я про себя не говорю. Про вас и не нужно. Это предположение. Вас так понравилось вам. Ну, а нет, оно мне не понравилось. Оно просто странное. А вот скажите, Леонидова, она кем приходится? Давайте, вам проще будет жена. Леонидова странная. Нет, вы. Вам проще, если так будет. Пускай так. Жена эта моя. Кем она приходится вам? Вы запутались. Сами запутались. О, нагородила, да. О, нагородила, что сама запуталась. Вы запутались нам. Нет, я ничего не предпринимал для того, чтобы вы запутались. Я просто нормально отвечаю. Давайте по пунктам. Первый раз я сказал знакома, вы предположили, что она моя жена. Я проверил это утверждение, заявив, что она наш клиент. Представился после этого вам. Сообщил, какая организация. Вы даже что-то там записывали. Клиент, да, ваш? О, дело дрянь. Ну ладно, бывает. Ну, ваш клиент. Оказывается, не жена. Не жена, представляете? Такое может быть в этой жизни. Она к вам обратилась в право защиты. Я чувствую, вам не нужно сейчас напрягаться. Вы так тяжело информацию воспринимаете. Мне кажется, вам нужно сейчас взять паузу. Обдумать над той информацией, которую вы уже получили. Потом еще раз перезвонить, получить новую порцию информации. И повторить ту же самую манипуляцию с обдумыванием. Итак, я думаю, мы дня через четыре с вами придем к утверждению определенному. О, паузу взяли. Вы в монолог намеренно говорите, да? В кого я говорю? В монолог намеренно говорите. Я в микрофон говорю. Не надо усложнять ситуацию. Такой термин неприменим в русском языке. Не применим такой термин, да. Не применим. Нет, не применим. В монолог не говорят. В монолог, да. С тем же успехом можно зайти в диалог. Не надо за мной повторять. Я отчетливо уже сообразил, что для вас русский язык очень сложен. И выстраивание собственных фраз для вас, это действительно нерешаемая для вас задача. Ну, хорошо. Если вам удобнее повторять просто за мной, ну, повторять. Я буду подтверждать, да. Я буду вам говорить правильно, вы думаете, либо вы ошибаетесь. Давайте упражняться. Ну, я человек такой, надо... Прекращаю, раз вы уже 4 минуты говорите сами с собой. Предполагаете... Вы себя за пустое место считаете, да, все эти 4 минуты? Да нет, ничего сказать. До свидания, Дмитрий Евгеньевич Кузнецов. Говорите дальше. Да нет, зачем, я же нормальный человек. Здравствуйте. Здрасте. Компания Вилос, у меня зовут, Саня Сергеевна. Дарья Николаевна, с телефона пригласите? Не приглашу. Срязательно, что я узнала, что срочно связаться с компанией Вилос. Нет у нее такой срочности. До свидания. Пока. Вот такая, друзья, история. И спасибо большое. Кто она там, владинка-брюнетка из общества с отсутствующей ответственностью КЭФ. Вот, которая сейчас нас порадовала. Которая предположила, что я говорю в монолог. Ну ладно. Я взываю к их руководству. В очередной раз, без тени смущения, заявляю, что действительно там есть умные люди в этих конторах взыскательных. И это как раз таки те люди, которые организовали все это, весь этот сброд объединили, мудряются находить их вместе и обеспечивать их работой. Да, они, скорее всего, более или менее как-то ориентируются в социуме и понимают, как что устроено. Но это ни в коем случае не гарантирует успех, продолжительный, длительный успех их бизнесу. Ну а мы совершенно смело, отчетливо заявляем, что мы будем очень рады, когда их бизнес умрет. И у нас тоже, в принципе, станет меньше работы. И каналу компании Алям неоткуда будет брать материал для контента. Знаете, я без горечи закрою канал, ну точнее буду продолжать его, но на какую-нибудь другую тему. А вот им придется чесать, как говорят сейчас, репу, чтобы придумать что-нибудь. Но людей-то здравомыслящих все больше и больше, благодаря деятельности подобной той, которую ведет компания Алям. И мы уже давным-давно зафиксировали четко, конкретно свое место. Я имею в виду, мы все те, кто подобную деятельность ведет. И уже что-то изменить обычными методами, уверен, не получится. Так как у нас есть много единомышленников, людей, которые нам верят, знают нас, слушают, смотрят нас. В разных случаях, где-то просто слушают, где-то смотрят, как вот в случае компании Алям. Мы растем, и вы это видите, количество подписчиков увеличивается. И я напоминаю, если вы еще до сих пор не подписались, срочно подписывайтесь. И если вы хотите своевременно узнавать о выходе нового материала, нажимайте на колокольчик. Да, действительно, в этом случае система будет вас уведомлять о том, что на канале Алям вышел свежий материал. Сейчас пока что мы каждое утро, в 8 утра выходим к вашей радости, к вашим завтракам. Если вы где-то в московском часовом поясе находитесь, кто где-то раньше просыпается, обедают вместе с нами и так далее. Так или иначе, нас ждут, я вижу это по комментариям. Пишите, друзья, не стесняйтесь, пишите комментарии. Мы изо всех сил пытаемся соответствовать вашим пожеланиям. Вашим просьбам наш монтажер Максим очень рад вашему вниманию, то, что вы с ним общаетесь. Спасибо вам, это от него сейчас информация. Ну что, с вами был Дмитрий Кузнецов и отдел монтажа под руководством Максима. Скоро увидимся и будем друг друга радовать. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok